Сегодняшний доклад будет рассчитан как раз на вас, на Java-инженеров, работающих в Spring экосистеме, пишущих REST микросервисы, делающие документацию и, конечно же, пишущие тесты. Сегодня я хочу показать вам абсолютно новый подход в методологии разработки, тестирования, программного испечения, которое называется Test Driven Documentation. Но он впервые появился именно в Spring, его ввела компания Pivotal. Но если вы даже работать немножко в другом стеке, то этот доклад будет вам интересен, потому что наверняка Test Driven Documentation появится и в других языках, и он будет широко использоваться. Итак, давайте стандартным, давайте начнем со знакомства. Меня зовут Цыпук Роман, я работаю в компании Logica Altran Group, являюсь организатором логиканской Java Community, на которой мы собираемся еженедельно с нашими коллегами, изучаем новые фреймворки, делаем live coding-сессии. Я считаю, что такая комьюнити, она очень важна и она необходима, потому что именно через комьюнити мы можем шарить наш опыт и двигаться вместе к новым знаниям. Я люблю Java, Spring, еще больше люблю Spring Boot, микросервисы и вопросы, связанные с security. Мое хобби – это радиоэфир, я являюсь радиолюбителем и увлекаюсь проектом под названием Software Defined Radio. Итак, давайте поговорим о том, что будет сегодня. Прежде всего, о формате доклада. Материала будет много, поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы, либо хотите сделать уточнение, все слайды будут пронумерованы, поэтому запомните, либо запишите этот номер, и в конце у нас будет секция Question and Done, на которой я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. О чем мы поговорим сегодня? Прежде всего, мы поговорим о Swagger, который стал стандартным фреймворком для документирования REST API. Мы посмотрим, с какими проблемами сталкивается девелопер, когда использует его в качестве основного базового фреймворка. Мы поговорим о трейдовах, которые вы будете получать, и о недостатках, которые так или иначе вы имеете. Я познакомлю вас с новым подходом, Test Driven Documentation. Мы разберемся, каким образом он появился. На самом деле, это модификация стандартного Test Driven Development. Мы посмотрим, как он расширяет эти фазы, что добавляется новое. И, конечно же, разберемся с Pivotal, новым фреймворком под названием Spring Resdocs. Причем, мы посмотрим под капот, разберемся, благодаря каким деталям Spring смог реализовать этот фреймворк. И, конечно же, у нас будет несколько демо-сессий, будет live coding-сессия, на которой мы полностью соберем весь флоу для того, чтобы поднять документацию. И в конце я покажу, как перейти вашему проекту из Swagger в Spring Resdocs, потому что на самом деле большинство проектов сейчас работает именно со Swagger. Итак, Swagger. Swagger стал, де-факто, стандартом IT-индустрии, как я уже сказал, для декларирования, документирования REST-опишек. Поэтому он очень популярный и много production-ready проектов используют его для документирования. Скажите, кто из вас работал, представляет, что такое Swagger? Поднимите руки. Окей, поскольку я вижу, не все знакомы со Swagger, поэтому давайте мы начнем с первого демо. Я покажу вам Spring Boot-опликушку, в которой будет подключена документация в виде Swagger. Я буду использовать dependency, которая называется SpringFox. Давайте посмотрим на скрин. Итак, наша первая демо – это SpringFox проект. Это стандартный, Крудовский проект, которым раскрывается REST-репозиторий. Сейчас мы его запустим. Поднялся Spring Boot. Давайте зайдем в Postman. Итак, у нас появляются обычные стандартные Крудовские операции, по которым мы можем обращаться к спикерам. И давайте сразу же познакомлю вас с доменной областью этого подпроекта. В качестве домена я избрал стандартно по конференциям – это спикеры. То есть у нас есть определенный ресурс-спикер, у него есть имя, компания, есть статус, который передает настроение нашего спикера, а также набор топиков, которыми спикер владеет и хочет зашарить их с нами. Это стандартная аппликушка, поэтому давайте посмотрим, что мы можем квирянуть. Мы можем посмотреть всех спикеров. Поскольку их сейчас у нас нет, давайте наполним, вызовем метод Post и передадим как спикера, который мы хотим создать. Давайте создадим Venkata Subramanian. Кто знаком с этим спикером, кто видел его? Он делает очень клевые доклады, я думаю, начнем мы с него. Итак, мы постнули наш ресурс, получили 201-ый респонс-код, наш спикер создался. Мы можем квирянуть и увидеть, что в списке наших спикеров появляется Venkata Subramanian. Мы можем обратиться к нему по ID, сделать путь операции и прочее, прочее, прочее. То есть это базовые вещи, которые делает наш крут репозиторий. Но благодаря тому, что в нашем проекте подключены dependency под названием, давайте я перейду, это Gradle проект, подключены dependency под названием SpringFox Swagger и SpringFox Swagger UI, в нашем проекте появляются две дополнительные вещи. Итак, вещь первая. Появляется новый endpoint, который замаплен по адресу v2.api.docs. Если мы посмотрим на этот endpoint, это будет спецификация Swagger, которая введется в стандарте JSON. То есть этот JSON-формат описывает все endpoint, которые есть в нашем сервисе и делает дополнительное документирование. Более того, если мы перейдем в браузер. Давайте все-таки перейдем в браузер. Не хочет? Ничего страшного. Зайдем на адрес нашего сервиса localhost 8080, у нас появляется еще один ресурс под названием Static UI. Это и есть документация в формате Swagger. Вы можете посмотреть, что эта документация берет свои данные с endpoint, которые мы только что с вами увидели. С того самого JSON-файла. Таких endpoint может быть несколько у нашей плекушки. Поэтому, если мы нажмем кнопочку Explore, мы увидим, во-первых, название нашего сервиса, кто является оунером, какие есть критерии по выбору и все endpoint, которые существуют в нашем проекте. То есть, видя такую документацию, девелопер может посмотреть. Я хочу работать с сущностью speaker. Моя сущность speaker поддерживает операции get, post, delete, put и прочее. Поэтому мы сейчас работаем с тем же репозиторием, который мы создали в Postman. Мы можем посмотреть, какие необходимо выполнить реквесты и дополнительно прямо с UI попробовать выполнить curl request. Посмотреть, какой у нас был реквест, какие передрис-хедеры и мы видим response. То есть, мы видим, что у нас обвернулся Venkat Subranian. Точно так же мы можем с UI создать новых спикеров, поэксплорать нашу API, посмотреть, как она работает. Например, мы хотим добавить Джоша Лонга, который работает в компании Pivotal. Для этого выполняем наш пост. Нам возвращается 201 статус-код. И теперь, когда мы повернем всех наших спикеров, их уже будет несколько. Давайте это сделаем. Вы видите, у нас есть Venkat Subranian и Josh Long. То есть, таким образом, Swagger предоставляет свой формат для документирования. Причем, эта документажка называется URI-based. Что это означает? Это означает, что все документирование идет вокруг наших ресурсов. Вокруг наших Universal Resources Indeed Fire. А также мы выделяем разделение наших HTTP-методов. Каждый HTTP-метод выделяет определенные операции. Давайте перейдем в презентацию. И теперь посмотрим. Теперь вы знаете, как выглядит Swagger. Вы с ним познакомились. И давайте посмотрим, что стоит на фоне того, чтобы в нашем микросервисе, в нашей оплекушке появилась документация в стиле Swagger. Итак, все примеры мы рассмотрим на одном единственном контроллере. Точнее, на одном методе, который будет замаплен на HTTP-get-request. Давайте пробежимся по этому контроллеру. Его логика очень простая. Мы смотрим и понимаем, что происходит. Итак, у нас есть метод, который замаплен на HTTP-get-метод. Мы используем URAI, которая замаплена на адрес Speaker's ID. В качестве параметра мы передаем ID. Для того, чтобы замапить, мы используем аннотацию Path variable. Далее мы используем Speaker Repository. Speaker Repository – это Spring Data Repository, который обращается в нашу базу данных и обращается за рекордом с текущей ID. Speaker Repository возвращает нам optional. Поэтому, если в базе присутствует этот рекорд, нам необходимо его трансформировать, потому что мы не хотим отдать entity из базы наружу нашего endpoint. Для этого мы выполняем трансформацию в ресурс. При трансформации ресурса мы можем сделать инкапсуляцию, скрыть часть полей, либо наоборот добавить поля, которые мы хотим сделать, чтобы присутствовали. Если же optional из базы Daunson вернулся пустой, то есть optional из empty, то мы просто возвращаем 404-й response код со статусом Not Found. Как вы видите, логика контроллера одного метода очень простая, легко читается сверху вниз и в ней очень легко разобраться. Если посмотреть, она состоит из шести строчек. И это как раз и есть чистый контроллер. Сейчас мы посмотрим на Swagger, на те подходы, которые он нам предлагает, для того, чтобы посмотреть, каким образом этот наш endpoint преобразуется в Swagger. Давайте начнем с первого подхода. Первый подход известен как bottom-up, либо cut-first. Этот подход подразумевает, что у вас уже есть исходный код проекта. Как раз-то наша ситуация, у нас есть наш контроллер, наши исходники. И для того, чтобы произвести документирование, мы начинаем использовать аннотации из пакета IOS Swagger Annotations. Каждая аннотация передает себе мета-информацию. Swagger работает по принципу рефлексии, поэтому он рефлексивно опрашивает наш исходный код, видит информацию, переданную в этих аннотациях, и на базе нее может уже построить наш endpoint, наш ресурс, и сгенерировать эту красивую документажку, которая у нас есть. Итак, у нас есть исходники, у нас есть дополнительные аннотации, которые мы используем. Давайте теперь посмотрим на наш контроллер, на наш метод, как он будет выглядеть в этом случае. Мы добавили аннотации, он становится доступен Swagger, он зааннотирован. Посмотрите на него. Во-первых, мы задекларируем аннотацию API Operations. Эта аннотация позволяет нам указать тип нашего метода, описать, что мы будем выполнять с нашим ресурсом. Далее нам необходимо указать response коды, которые возвращают наш контроллер, добавив еще одну Swagger аннотацию. Мы работаем с переменной pass, которая передается в виде ID, поэтому ее нужно также задекларировать для Swagger. Мы используем API парам аннотацию. Если мы посмотрим на код нашего контроллера, из шести предыдущих строчек он разросся до 19. И если мы выделим те строчки кода, которые не несут никакую бизнес-логику, никакую нагрузку, нужны только для документации, вы увидите, что их уже 12 штук. То есть получается ситуация, что логику контроллера, который состоит из шести строк, для того, чтобы задокументировать, нужно ввести еще 12 дополнительных строчек кода. Причем эти строки кода делают наш код плохо читаемым. Необходимо для того, чтобы разобраться, как работает наш контроллер, необходимо смотреть на наш код сквозь Swagger код, сквозь эти аннотации. И это неудобно. Но у нас есть еще и модельки, которые мы используем. Ведь мы используем ресурсы DTO, которые передаются нашими сервисами. Нам необходимо делать коммуникацию. И для того, чтобы эти ресурсы были задокументированы в Swagger документации, нам тоже необходимо использовать аннотации. Поэтому мы используем API-модул аннотации над классом нашего ресурса. И каждое свойство нашей модельки мы дополнительно декларируем аннотацией API-модул. И это продолжается абсолютно для всех пропортий, которые у нас есть. Итак, если мы используем подход bottom-up, code first, то перед нами появляется trade-off. Во-первых, мы должны использовать дополнительные dependency. Потому что Swagger подключается в виде дополнительного проекта. И самая главная проблема, что наш код становится тяжело связанным со Swagger аннотациями. Теперь наш код очень тяжело читать. Он разрастается в разы и он становится неудобным. Давайте посмотрим на следующий подход, который предлагает Swagger. Этот подход называется top-down, либо известен как contract first. Он предполагает, что вы создаете сначала Swagger-спецификацию. Swagger-спецификация – это отдельный файл, который ведется в двух стандартах. Либо YAML, либо JSON. Большинство проектов используют YAML стандарт. Это своеобразный контракт, в котором вы описываете все критерии, которые должны быть в вашей модели. Вы описываете все методы, все контроллеры, которые будут присутствовать. Теперь, имея этот контракт, вы можете отдать его двум разным командам. Например, первая команда будет писать код для серверной части вашей системы. Вторая команда будет писать код для клиентской части. И выполняя этот контракт, вы гарантированно будете уверены в том, что когда они закончат свою параллельную работу, их участки кода интегрируются между собой без никаких проблем. Более того, Swagger является полиморфом. Он поддерживает 25 языков программирования. Поэтому, создав Swagger контракт и загрузив его, например, на Swagger Hub или на какой-то другой эдитор, вы можете сгенерировать клиентский код на любом из этих языков, серверный код, а также сгенерировать заглушки, которые вы можете использовать в процессе разработки. И это очень удобно. Давайте посмотрим на этот контракт поближе и посмотрим, из каких частей он состоит. Итак, мы опять-таки показываем не весь Swagger файл, а только маленькую часть, которая декларирует только один-единственный метод контроллера. Мы указываем нашу URL, по которой замапливаем наш ресурс. Далее идет идентификация HTTP метода, с которыми мы будем работать. Описываем операцию и медиатипы, с которыми работает наш endpoint. После этого мы описываем все входящие параметры. Даем их description, описание, тип данных, с которыми он работает. В следующей секции мы указываем наши респонс-коды. Мы должны задекларировать абсолютно все респонс-коды, которые присутствуют, наподобие как и в аннотациях. Если наш endpoint возвращает какую-то сущность, возвращает ресурс, как в нашем случае возвращаются спикеры, то нам необходимо описать структуру нашего JSON-чика спикера. Для того, чтобы это сделать, необходимо сделать референс, потому что все ресурсы описываются в отдельной секции этого файла. Эта секция называется definitions. Она, как правило, находится в самом конце этого файла, поэтому мы создаем референс на секцию definitions и говорим, описание спикера будет в этой секции. Теперь мы скроемся вниз к этому файлу, находим секцию definitions и начинаем в ней описывать нашего спикера. Мы описываем нашу сущность, все property, которые у нее есть, и опять-таки ситуация повторяется. Например, у нашего спикера есть топики, которыми он владеет. JSON-чики – это array-topic. Но для того, чтобы их задокументировать, нам опять снова нужно зайти в секцию definitions и описать топики в виде отдельного значения. То есть, как мы видим, это не совсем удобно, и опять перед нами встает trade-off. Естественно, наш код освобождается от аннотаций, мы не используем какие-то сторонние dependencies, но появляется абсолютно неинтуитивно понятный DSL. И нам приходится разбираться в этом DSL свайгера, потому что это YAML-файл, в котором необходимо соблюдать абсолютно все отступы, все пробелы, и это не совсем удобно. Более того, возникает еще более страшная ситуация. Наш свайгер-файл лежит в класс-пассе нашего проекта, и он, по сути, живет своей собственной жизнью. Почему я так говорю? Потому что если вы создадите какой-то endpoint, создадите контроллер, но вы забудете задекларировать это в свайгер-файле, то пользователи вашей публичной опишки так и не узнают о том, что у вас появился новый ресурс. Все действия, которые вы делаете по созданию кода в вашем репозитории и в вашем свайгер-файле, должны идти параллельно. И только вы будете это контролировать. Нет механизма, который гарантирует целостность. И может быть такая ситуация, что структура вашего респонса поменялась. У вас добавились поля, либо удалились поля, но свайгер-файл не был отэдитом, поэтому пользователи вашей опишки будут получать старую документацию. Они будут пытаться обратиться к вашему сервису, но он будет возвращать им совсем другую структуру. Вы будете иметь негативный опыт, и пользователи будут просто-напросто закидывать вас тикетами. Если такая ситуация будет очень часто повторяться, то у вас будет просто ток пользователей, они выберут другой, более стабильный сервис, который ведет такое документирование. Когда мы разрабатываем микросервис с нуля, сейчас 2017 год, поэтому, скорее всего, в поддержке спецификации у вас будет требование поддерживать гипермедия. Давайте посмотрим, во-первых, что такое гипермедия, и во-вторых, как обстоят дела с документированием именно гибернети. Когда мы говорим о гипермедии, первая ассоциация, которая возникает у нас, это Richardson Maturity Model. Это модель, которая описывает структуру нашего приложения. Модель состоит из уровней. Каждый уровень накладывается на последующий и дополнительно расширяет его. Итак, на самом нулевом уровне декларируется, что HTTP будет базовой транспортной системой для взаимодействия и вызова удаленных сервисов. У нас есть только одна единственная entry point, на которую идут все обращения. По такому принципу работают протоколы SOAP и XML RPC. Первый уровень расширяет предыдущие и вводит понятие ресурсов. Теперь каждая сущность, которая работает, работает со своим собственным endpoint. У нас есть endpoint speaker, у нас есть endpoint topic, и они обрабатывают только свои сущности. Второй уровень позволяет нам разделить операции, которые мы выполняем на ресурсе, в зависимости от типа вызванного HTTP метода. То есть, вызвав метод get, мы гарантированно получаем наших пользователей, вызвав метод post, мы добавляем ресурсы, благодаря puttube либо patch, мы их обмениваем. На этом ресурсе, на этом уровне, на Level 2 работает большинство современных сервисов. И именно до этого уровня позволяет документировать наши сервисы Swagger спецификации 2.0. То есть, если вы работаете на уровне 2, вам будет вполне достаточно Swagger. Но количество ресурсов, которые поддерживают дополнительный уровень, который не зря называется Gloria of Ress, неуклонно растет. И у нас появился следующий уровень, названный HUTOS. HUTOS расшифровывается как DeeperMedia as the Engine of Application State. Здесь появляется масса вещей, которые необычайно полезны. Например, появляются указатели, так называемые линкки в респонсе. Эти указатели генерируют наш сервер и отдают клиенту. Поэтому клиент просто читает эти указатели и таким образом мы передаем, какие операции мы можем выполнить на серверной стороне. Если сервер поменяет свою URI схему, например, вы решили перемаппить ваши контроллеры, вы решили использовать другие пассы, то клиенту не нужно будет менять свой код, потому что вы только поменяете секцию указателей, которые будут расплашены. Но, к сожалению, Swagger спецификации 2.0 не позволяет документировать современные сервисы, которые работают на уровне HUTOS. Почему так? Если мы посмотрим на GitHub репозиторий Swagger, то мы увидим еще в 2013 году открытый feature request, запрошен на поддержку Hypermedia. Возможно, в то время, в 2013 году количество HUTOS сервисов было небольшое, либо у Swagger были какие-то внутренние причины не делать это. Но так или иначе, Swagger отказался от поддержки HUTOS и закрыл этот feature request с комментарием Closing is not per design. Но время не стоит на месте, и количество HUTOS увеличится все больше и больше, и просьба поддерживать Hypermedia в документации превратилась в требование. И это требование реализовано в новом стандарте. Этот стандарт называется Open API 3.0. Стандарт только начинает развиваться, поэтому сейчас это просто взгляд в будущее. Но он уже будет позволять декларировать HUTOS. Сейчас еще идет ряд обсуждений о том, что будет в этом стандарте вынесено, что нет, и скоро он будет доступен. Но пока мы можем работать только со Swagger, и, к сожалению, HUTOS не поддерживается. Итак, давайте выделим основные проблемы, которыми сталкивается разработчик, если он выбирает Swagger в качестве фреймворка для документирования сервисов. Итак, проблема первая. Swagger очень сильно завязан на внутренней детали реализации фреймворка. Он ожидает от нас явную структуру контроллеров, сервисов, репозиториев и дополнительное маркирование этих элементов. В случае, если вы работать будете, например, с нестандартным ресурсом, у вас будет требование поддержки HUTOS, и вы захотите сделать реализацию, либо у вас будет требование JSON API, то единственный фреймворк, который это поддержит, это катарсис. Но катарсис работает с другой структурой. У него нет контроллеров, у него есть ресурсы и связи, поэтому будет тяжело работать с ним, со Swagger. Спецификация, которую мы с вами видели, это большой YAML файл. И если вы хотите представить его размеры, вы можете просто увеличить размер скрина, сначала умножить на количество контроллеров в вашем сервисе, а потом на количество методов, то есть это будет гигантский файл. И он является, скорее всего, MeshN Readable, потому что с ним неудобно работать, и было бы более приятно, если бы спецификация легко открывалась, вы могли бы ее видеть, могли бы редактировать и не использовать какие-то онлайн-редакторы, либо специальные тулы, а пользоваться обычными текстами-эдиторами, либо IDE-шками. Поэтому спека, скорее всего, MeshN Readable, но с ней очень тяжело работать человеку, она не human-readable. Итак, проблема в том, что HUTOS не позволяет быть задокументированным, и дополнительная проблема, что мы должны использовать наши аннотации. Это сторонние dependency, это захламление кода нашего проекта, это нечитабельность наших ресурсов. И самая серьезная проблема, это то, что документация может не соответствовать реальной логике работы сервиса. Может получиться так, что вы забыли задокументировать какое-то значение, и оно просто уже не существует в вашем сервисе, а люди будут ожидать ваших пользователей, что оно будет возвращаться. Все эти проблемы, которые мы только что обозначили и рассмотрели, полностью решает и закрывает новый фреймворк от компании PILOTAL под названием Spring Resdocs. Этот проект очень интенсивно развивается, текущая версия 1.2.0, она была релизом буквально на прошлой неделе, поэтому это open-source проект, вы можете им пользоваться, можете в него контрибутать. Итак, что в нем включено? Во-первых, есть поддержка HUTOS. Во-вторых, документирование становится явным циклом разработки, и вы не можете разрабатывать ваш сервис, не задокументировать его подход. Во-вторых, наш код, наши тесты и наша реализация сервиса становятся полностью монолитно тесно связаны. Как только у вас появилась документация, какие-то новые поля, которые не отряжены в логике работы вашего контроллера, либо в вашем контроллере появились новые поля, которых нет документации. Тесты моментально зафейлятся и скажут вам о том, что вы забыли документировать следующие поля. И месседж будет очень детальный. Сегодня как раз будет демо с лайфкодингом, и мы увидим этот месседж, разберемся в нем. Поскольку проект входит в Spring-экосистему, у вас больше нет необходимости использовать сторонние депенденсии, вам не нужны дополнительные аннотации, ваш код становится чистым. Вы работаете просто со Spring-ом as it is, как вы обычно это делаете. Документация собирается из тестов. Нет файлов спецификации, нет никаких аннотаций, все пишется из тестов. В результате вы стимулируетесь к тому, чтобы писать больше тестов, потому что ваша опишка полностью должна быть покрытой integration тестами. И самое главное, Spring-Resdoc сводит новый подход под названием Test-Driven Documentation. Давайте посмотрим на этот подход, что он себе представляет. Test-Driven Documentation – это новая фаза стандартного Test-Driven Development. Итак, что такое Test-Driven Development? Это классический подход, по которому мы работаем каждый день, когда мы пишем наш код. У нас есть ситуация, когда мы хотим добавить новый функционал либо провести изменение логики существующего приложения. Что мы делаем? Мы начинаем писать тесты. Этими тестами мы описываем контракт поведения нашей функциональности, которую мы хотим добавить. Наши тесты красные, они фейлятся, потому что функциональности еще нет, она не существует. У нас есть просто описанная бизнес-логика нашего приложения. Теперь мы переходим на вторую фазу. Мы начинаем добавлять нашу функциональность и добиваемся того, что тесты были зеленые. Тем самым мы к правовности гарантируем, что наша функциональность ведет себя согласно той модели, которую мы описали тестами. И теперь мы можем перейти на стадию рефакторинга. То есть мы имеем тесты, которые покрывают нашу функциональность. Это своеобразный контракт. И мы гарантируем то, что после рефакторинга наше приложение будет вести себя точно так же, как и в момент, когда тесты были зелеными. И таким образом этот треугольник замыкается. То есть каждый раз, когда мы хотим заделивировать новую функциональность, либо изменить поведение, мы повторно проходим этот треугольник. TestDrivenDocumentation разрывает этот треугольник и вводит в него дополнительную фазу. Эта фаза называется Documentation. Теперь тесты автоматически генерят нашу документажку. Есть возможность создания сниппетов. При запуске теста он будет обращаться к нашему Endpoint, полностью будет иметь контроль над всем флоуом реквеста и респонса и сможет задокументировать его. То есть документация теперь генерируется исключительно из тестов. И ситуация, когда пользователи вашей опишки жалуются на то, что в вашем контроллере нет такого филда, нет такого респонса, теперь просто невозможно. Потому что ваша документажка всегда будет up-to-date с вашим сервисом. И если она не будет соответствовать, то тесты зафейлятся и вы будете сразу же знать об этом. Spring ResDocs совместим с современными популярными тестовыми фреймворками. Это G-Unit и TestNG. А также позволяет интегрироваться с популярными библиотеками, с помощью которых вы можете тестировать ваши REST-сервисы. На сегодняшний день существует два популярных фреймворка. Это REST AGEUR и Spring MVC Test. Spring MVC Test это как раз и есть MOC MVC. Поэтому независимо от того, какой из них вы используете, вы можете работать Spring ResDoc. Давайте разберем в деталях, как работает Spring ResDoc и как он интегрируется со Spring. Я в качестве примера и на демо и сейчас буду показывать вам работу со Spring тестами с MOC MVC, поскольку MOC MVC является проприетарным Spring тестовым фреймворком. REST AGEUR является сторонней библиотекой. Но и опять так, если вы работаете с REST AGEUR, все что будет сказано сегодня является валидным. Итак, давайте посмотрим на стандартный MOC MVC Test, который мы пишем для того, чтобы протестировать наши endpoints. С помощью объекта MOC MVC мы говорим, что мы хотим выполнить операцию GET по следующему адресу в качестве Pass Variable ID передать какое-то константное значение. После этого нам необходимо выполнить серию верификаций. Для этого мы используем объекты под названием Result Matchers. С помощью Result Matchers мы проверяем статус-код нашего ресурса. И поскольку мы работаем с JSON-щиком, мы хотим проверить, что значения, которые были переданы в нашем респонсе, соответствуют подготовленным каким-то константам. Так выглядит наш тест. И если вы являетесь REST AGEUR, наверняка вы пишете его каждый день. В MOC MVC есть несколько ключевых актеров, ключевых игроков, с которыми необходимо разобраться для того, чтобы им пользоваться. Итак, первый игрок – это объект под названием Result Actions. Как видите, этот объект закеширован и вы можете на нем вызывать дополнительные операции. Когда вы вызываете операцию End Expect, вы можете передать матчер. Когда вы вызываете операцию End Do, вы можете передать хендлеры. Один из таких хендлеров в данном примере является метод Print, который полностью распечатывает вам весь flow request и response. Таким образом, каждый хендлер, который будет подключен к объекту MOC MVC, будет автоматически иметь доступ ко всем результатам запуска тестов. По сути, хендлер является функциональным интерфейсом, который вы можете сами написать и доступиться к результатам. А теперь давайте посмотрим, что находится внутри объекта Result Actions. Он состоит из двух крупных объектов. это MOC HTTP Server Request и MOC HTTP Server Response. Сейчас я выведу на экран только часть полей, которые присутствуют в этих объектах. Как вы видите, у нас есть абсолютно вся информация о работе нашего сервиса. Это статус-коды, хеддеры, контент, переданные параметры, атрибуты, энкодинги и прочее, прочее, прочее. Таким образом, если вы подключите свой хендлер, то вы будете иметь доступ к абсолютно всем этим значениям. И на базе этих элементов вы можете формировать свою собственную документацию. Это как раз и сделал фреймворк SpringResDocs. Он позволяет подключать к объекту Result Actions свой собственный хендлер в виде вызова метод document и позволяет подключать дополнительные сниппеты. С помощью этих сниппетов генерируется документация. Например, ResponseField будет генерировать сниппет для структуры нашего респонса для всех филдов. SnippetLinks будет генерировать хаптовые слинки и они будут задокументированы. И для того, чтобы разобраться с фреймворком SpringResDocs, потому что я понимаю, что тяжело разбираться на схеме, нужно представить следующий пайплайн, который состоит из тестов, генерации сниппетов, заполнения шаблона и генерации документации. Сейчас на каждом шаге этого пайплайна я буду переключаться в DDE, и мы будем делать live-кодинг-демо и сможем разобраться, как работать SpringResDocs. Итак, первый шаг это тесты. Давайте освещаемся в идею. Я перейду в presentation mode. Ок. Мы уже знакомы с нашей доменной моделью, поэтому начнем сразу же с нашего теста. Мы будем писать тест для спикер-контроллера. Я буду использовать автоконфигурацию Spring, и с помощью нее подключу объект MockMVC и ResDocs. Для этого мы включаем дополнительные аннотации AutoConfigureMockMVC и AutoConfigure ResDocs. Для ResDocs необходимо указать дополнительный параметр это output directory, куда будут генерироваться наши сниппеты. После этого мы можем заварить объект MockMVC для того, чтобы использовать его в наших тестах. А также нам необходимо заварить наш Spring Data репозиторий, с помощью которого мы будем готовить тестовые данные перед запуском теста. Для того, чтобы результаты тестов не влияли друг на друга, нам необходимо создать Teardown метод, который будет затирать все данные в нашем репозитории, чтобы там не остались никакие значения, которые будут влиять на следующий тест. Давайте напишем TestGetSpeaker, который будет тестировать наш контроллер. Сначала мы подготовим тестовые данные. Я использую PatternBuilder, поэтому сейчас с помощью Builder я соберу нашего спикера. Давайте пусть это будет Josh Long, который работает в компании Pivotal. Итак, мы собрали объект Speaker, который сейчас мы будем с вами сохранять репозиторию. Это будет объект Josh. Теперь мы обращаемся к нашему Speaker репозиторию и сейваем нашего спикера. Это гарантирует, что в момент запуска теста в базе данных уже будет находится объект, который мы будем укварять. Теперь с помощью mock.mvc мы выполняем вызов метода get. Для этого необходимо передать объект requestBuilder. Мы передаем mock.mvc.requestBuilder метод get. В качестве параметра передаем URL, по которой у нас находится наш Speaker's Resource. мы будем передавать в виде айдишки айдишку нашего спикера. После того, как спикер сохранится, у него будет уже заперсистенно присвоена айдишка и подключим дополнительные хендлеры. Сейчас мы подключим хендлер mock.mvc резалт хендлер метод print. И давайте запустим наш тест. Как видите, стартует аппликуха, стартует Spring, потому что многие mock.mvc фреймворк путают с Makita. Реально прогружаются все наши бины, все полностью данные. И как вы видите, наш тест зеленый. И благодаря тому, что мы подключили хендлер принт, мы можем распечатать полностью весь флоу нашего реквеста и нашего респонса. Мы видим, что при обращении за спикером по айдишке 1 вернулся объект, который был подготовлен. Следующее, что нужно сделать, это подготовить верификацию. Для верификации на объекте actions мы будем вызывать метод endexpect. И поскольку мы работаем с JSON, а не с xml, либо xpath, мы будем вызывать JSONPathMatcher и будем проверять наши поля. то есть у нас у спикера есть поле name и с помощью core matcher мы проверим, что наш name соответствует значению Josh Long. Мы можем вызывать цепочку таких expectations и тем самым проверить абсолютно все поля нашего респонса. Итак, у нас есть еще компания у спикера. Давайте добавим статические импорты. и companies это будет pivotal. И мы можем еще сделать дополнительную проверку на статус-код, который возвращает наша описка. Для этого мы вызываем статус на статус и окей. наш хендлер, который будет выполнять документацию. То есть сейчас мы будем из нашего теста генерировать REST API документажку. Для этого на объекте actions необходимо зарегистрировать хендлер Spring крест-доксом. Мы вызываем метод document, который на вход принимает параметром идентификатор. В качестве идентификатора удобно использовать placeholder. Мы можем сказать, что мы хотим генерировать сниппеты в папочку class name и в ней создавать папочку с названием метода. То есть это будет директория method name. Все, что сейчас мы сделали, мы автоматически подключили генерацию сниппетов по нашей фазе. Давайте запустим наш тест. Он выполняет всю ту же логику по верификации, но при этом дополнительно в папочке build создались новые директории. Мы настроили REST DOCK положить все наши сниппеты в папку generated snippets и поэтому у нас появилась новая папка generated speakers. И как вы видите, в этой директории появился согласно нашему паттерну две директории. Это название нашего класса speaker controller и название наших тестов тест get speaker. Давайте освещенную презентацию, чтобы перейти на этот шаг. То есть сейчас мы написали тесты. Тесты генерируют дефолтные сниппеты. И мы сейчас рассмотрим эти сниппеты. На базе этих сниппетов нам необходимо подготовить файл шаблон. И в файле шаблона будет указано, в какие секции нужно будет включать эти сниппеты. Причем сниппеты могут быть автоматически сгенерированы, так и написаны вручную. То есть в текстовом виде вы можете описать поведение на вашей системе и включить их в ваш шаблон. Итак, посмотрим на эти сниппеты. Окей, видно NDE. Давайте сейчас я очищу и перегенерирую еще раз их. Потому что там содержатся еще другие сниппеты. Вот они создались. По дефолту Spring Redox генерирует 6 типов сниппета. Итак, первый сниппет это образец курл реквеста к нашей опишке. Второй сниппет это содержимое HTTP реквеста. Третий сниппет это образец респонса, который отдает наш контроллер. Причем, обратите внимание это настоящий респонс с подготовленными тестовыми данными, которые вернул наш контроллер. Есть также HTTP PIE респонс для тех пользователей, которые используют не курл, а утилиту HTTP. Также нам показывается request body, но поскольку мы не передавали, не постали никакую структуру JSON, он пустой. И response body, в котором есть элементы нашего спикера. Для того, чтобы начать документировать нам необходим файл шаблона. Файл шаблона по умолчанию находится в директории sources в папочке docs. И называется index.adoc. Он имеет расширение adoc не случайно, потому что вся документация ведется в формате ASCII DOCTOR. Смотрите, что мы делаем. Мы подключаем с помощью импорта директива include содержимое файла, который находится в директории etc. res.docs. В этой директории я описал res convention, которая будет на нашем проекте. То есть я описываю какие будут у нас endpoints, за что они отвечают, какие статус-коды. А также дополнительно подключаю автоматически сгенерированные сниппеты. Мы делаем просто include и указываем название нашего файла, который мы только что смотрели. Например, мы хотим включить curl request, обычное описание request, структуру response. Для того, чтобы собрать документацию и начать ей пользоваться, необходимо настроить часть dependency. Я сейчас быстренько покажу вам то, что нужно будет сделать. Необходимо, во-первых, добавить dependency ASCII doctor и предварительно сконфигурировать эту таску для грейдла, как в моем случае. То есть в каком формате будет собираться дока. После этого можно воспользоваться грейдлом. Сейчас мы запустим генерацию и запустить эту таску. Gradle ASCII doc Как вы видите, Gradle при этом запускает наши тесты, компилирует наш проект, выполняет тесты, тесты начинают генерировать наши сниппеты и эти сниппеты потом включаются в сгенерированный файл документации. Build success. Мы переходим в папочку build и видим, что здесь появилась новая директория под названием ASCII doc и в ней лежит папка html с индексовым файлом. Давайте откроем этот файл, посмотрим это и есть файл документации, как он выглядит. Итак, первая секция выйти с генерировать менюшкой. Это менюшка активно, вы можете по ней передвигаться, делать навигацию. И первая секция, это как раз тот самый REST convention, который я сказал. Это обычный, не автоматический сниппет, а обычный текст, который я писал. То есть я писал, какие методы поддерживают наш сервис, какие респонс-коды возвращает наша пишка, в каких случаях, потому что есть разные значения для метода patch, либо не метода put. А теперь начинается секция с нашими сниппетами. Вы видите, есть, во-первых, хайлайтинг, подсветка нашего синтаксиса, во-вторых, есть все фкачевые моменты, есть core request, есть значения, которые были переданы, есть абсолютно все описание нашего респонса. То есть зайдя в эту документажку, вы можете увидеть, о каком респонсе вы говорите, что сейчас происходит в вашей опишке. Но мы с вами говорили также о том, что Spring Redox не просто генерирует документажку, а контролирует то, что ваш ресурс, ваша опишка постоянно целостная, то есть все, что присутствует в документажке up-to-date. Для того, чтобы пользоваться этой функциональностью, вторым параметром в документацию необходимо сделать перечисление сниппетов. Итак, первые сниппеты, которые мы будем делать, это response fields. В этом сниппете необходимо перечислить все филды, которые присутствуют в нашем респонсе. У нас есть field name, мы добавляем description, это тот description, который будет в документажке. Мы говорим, что это будет the name of the speaker. Также у нас есть поле, которое называется company. Это description будет company of the speaker. We работаем с htos, поэтому у нас есть link key. Link key это не не просто примитивные типы данных, которых мы можем задекларировать с помощью field поэтому есть специальная директива под названием subsection with path. Поскольку мы работаем в стандартный халл, то link key начинаются с underscore, мы добавляем к ним description, что это будет htos, link key, они попадают в нашу документажку. и давайте теперь еще задокументируем нашу секцию, в которой есть htos. Для этого необходимо вызвать метод links на объекте hypermedia documentation. добавим статический импорт. Первым параметром мы описываем link-экстрактор. Поскольку мы работаем с халлом, то мы говорим, что мы будем работать с link-экстрактором hal-links. Если вы работаете с satom, либо json API, вы можете подключить уже готовые экстракторы, они знают про структуру респонса, которые есть. И мы точно так же указываем наш link with pass. у нас есть link on a self. Это будет description link to current user. И также link with pass, который у нас есть. Это топики. У нас есть набор топиков текущего спикера. Теперь перейдем в документацию нашего файлика, потому что нам нужно снова включить эти сгенерированные сниппеты в новый файл. Я раскомментирую эти строчки и опять запущу таску Gradle ASCII doctor. И опять ASCII doctor начинает раниться, генерит наши тесты. И как мы видим, в директории со сниппетами появились два дополнительных сниппета. Это snippet links и snippet response fields, которые присутствуют. Если мы посмотрим на нашу документашку теперь, в ней появилась новая секция. В этой секции перечислены абсолютно все поля, которые должны быть присутствовать в нашем респонсе, а также хотелось link. Теперь наша документашка находится под контролем Spring RedDock. Давайте симулируем ситуацию, когда мы добавили в наш ресурс новое поле, но забыли отразить это в документашке. Я зайду в ресурс спикера и добавлю нашему спикеру новый статус. У спикера будет новое поле под названием статус. И абсолютно все спикеры наши опишки будут иметь статус I like morning at logica. Всем спикерам нравится morning at logica. Но мы забыли задекларировать в нашей документашке этот филд. Мы запускаем снова ASCII доктор. Смотрим, что будет происходить при этом. Итак, летят тесты. Тесты запускаются. Начинается сборка документации build зафейлился. Давайте посмотрим на месседж нашего билда. Что зафейлилось? Смотрим на сгенерированный репорт. Упал тест test get speaker. И теперь посмотрите на детальный месседж, который дает Spring RedDocks. Он говорит, что произошел exception resdoc snippet exception. Следующая часть нагрузки была не задокументирована. И он дает вам детальное описание, что в нагрузке появилось поле статус и вы забыли отразить его в документашке. При этом он говорит, что в payload было такое значение в контроллере. Итак, давайте сейчас мы это дело пофиксаем. Для этого мы перейдем в наш тест. И теперь мы знаем, что нам нужно добавить еще один филд. Этот филд будет называться статус с description статус спикера. Теперь если мы снова зараним наш тест. Наш тест будет зеленый, документашка будет сгенерена, в ней будут включены поля и прочее, прочее, прочее. Сейчас я показал вам действия только на одном методе контроллера. По сути, документация не полная, поэтому я уже подготовил дополнительные тесты, которые покрывают логику всей аппликухи, для того, чтобы показать вам, что представляет из себя документация, которая близко к production-ready ресурсам. Я сейчас раскомментирую эти тесты, и мы снова запустим генерацию документашки. Сейчас добавились два теста, это спикер контроллер с полным покрытием тестов и топикс контроллер. Рездок запускает эти тесты, на базе них начинает генерировать документацию. Давайте перейдем на ту же самую страничку документашки. Build ASCII doctor file. Сейчас я проверю тесты. Вернаме в Так, у нас документажка не хочет генериться. Может, темплейт? Совершенно верно. Клево. Потому что в темплейте подключены совсем другие значения. Сейчас мы их подправим. Для этого в темплейте необходимо убрать старые значения, которые смотрят на документажку и подключить свежие инклуды, которые будут. Да, дока перегенерировалась очень быстро. Смотрите, она расширенная. Теперь у нас есть название нашего микросервиса, есть Owner, Springfield Dog позволяет версии версионирования, есть секция терминологии. Потому что по мере, как вы работаете со своим доменом, вы все лучше и лучше начинаете узнавать. И это необходимо задокументировать. Есть convention, который вам знаком. И теперь появляется наше endpoint. Вы видите, я могу посмотреть доку по спикерам, по топикам. Если я хочу увидеть, как мне сабмитуют нового спикера, я нажимаю на Create Speaker и автоматически перенечаюсь в секцию документажки. Я вижу, какой курл реквест мне необходимо выполнить, с каким методом поста, что мне нужно передать, какие данные. Я вижу образец реквеста, какие поля в нем содержатся, что будет возвращаться мне в респонсе, какие будут хедры. То есть абсолютно все значения, которые есть в нашем сервисе, они полностью задекларированы. И таким образом вы будете писать свои тесты и будете автоматически генерировать документацию, которая будет всегда up-to-date, которая будет полностью покрывать все ваши ресурсы. Давайте начнусь на презентацию. Итак, мы прошли с вами flow до генерации документации. Причем документажка, которую мы генерили, она генерировалась в формате HTML. Но Spring ResDocs позволяет генерировать документацию в мультиформатном значении. Вы можете генерировать PDF-версию для оффлайн-отправки вашему кастомеру-клиенту. Вы можете генерировать в формате e-book, которая будет открываться на iPad. Для этого вам необходимо просто модифицировать таску, которая ранит ваш ASCII-доктор и указать ему, что вы будете генерировать ее в расширенных форматах, а также подключить дополнительные депенденсии ASCII-доктора, которые поддерживают эти форматы. После этого вы можете запустить компиляцию ASCII-доктора. И как вы видите, в директории ASCII-док создаются новые папки. Мы посмотрим сейчас на папочку PDF, что из себя представляет документажка. Это оффлайн-версия того же гайда. В ней есть интерактивное менюшка, по которой вы можете переходить. И в ней точно так же задекларированы абсолютно все end-поинты, которые мы только что с вами видели. То есть эту версию вы можете хранить в каком-то отдельном репозитории, либо высылать вашему клиенту для знакомства с ней. Окей, давайте двигаться дальше. Это формат ASCII-док-файла, который вы только что видели. Он состоит из базовых секций. Это Table of Content, который является динамическим. Причем вы можете указать уровни этого Table of Content, насколько он будет группироваться вниз. А также есть секции, которые вы подключаете. Каждая секция – это отдельный контроллер, отдельный end-point, спикер, либо топиксы. Таким образом, мы сбилдали публичную документажку, которую вы видели только что. Но бывает, что очень часто вам необходима приватная документажка. Документажка, которая будет не видна вашему клиенту, а которая будет для внутреннего, для интерного использования. И поэтому точно так же вы можете пользоваться ASCII-доком, создать файл документажки, куда будут заимпорчены секции с публичной документацией, а также вы можете расширить его дополнительными секциями. В этих секциях вы можете указать элементы, которые будут присущи вашему проекту, о которых вы будете знать. Например, давайте посмотрим сейчас на такой приватной документажке, что она себе представляет, какие поля можно в нее включить. Вы видите, что в ней есть стандартный паблик документажен, все эндпойнты, но также и новые секции. Например, я хочу указать профайлы, с которыми работает наша аппликуха, и хочу распечатать значения, которые присутствуют здесь. У нас есть какой-то код конвеншен в нашем проекте, и необходимо задекларировать, какое будет название пакетов, какие будут использоваться константы, название методов, название тестов методов. Как вы видите, все это включено в нашу документажку. И ASCII DOG позволяет генерировать дополнительные айконы, дополнительные notification, которые вы можете использовать. Если вы используете SuperDash, базу данных, вы можете описывать, каким образом вы будете декларировать ваши поля, как называть базы, как называть таблицы и прочие значения. Также есть секция links, в которой можно включить дополнительные ссылки. ASCII DOG формат выбрал совершенно не случайно. ASCII DOG is awesome. Он реально позволяет делать очень много вещей. Давайте я покажу вам для примера, что из себя представляет ASCII DOG, и почему именно Spring Redox выбрал себе его в качестве формата для документирования. Сейчас мы сделаем такое сравнение. С левой стороны я покажу вам записи, как они ведутся в формате ASCII DOG, а с правой стороны вы будете видеть, как это выглядит на реальной документажке. Итак, мы хотим посмотреть нашу документажку на секцию ASCII DOG. С левой стороны будет та же самая картинка, только представлена в текстовом виде, как вы будете это edited. Есть кейворды, например, Keyword Notes, как видите, он подходит на иконку Notification. Tips, Important, Warning, Cation. Они моментально мачатся на какие-то глифы. То есть таким образом вы можете выделять какие-то элементы. Например, есть какие-то критические области. Есть использование форматирования текста. Вы можете делать хайлайтинг, подсветку, использовать различные шрифты. Вы можете возводить в степень, понижать в индекс эти значения, использовать списки. Синдексис очень похож на формат того же гита, на Markdown. Они очень пересекаются. Упорядоченные списки, ордерить списки, ввести чек-листы выполненных ваших задач либо тикетов, указывать questions and answers, подключать сторонние ресурсы. Причем вы можете делать линки на внешние репозитории, на внешние сайты, которые есть. Следующая замечательная возможность – это возможность синтаксической подсветки кода. Например, я хочу в документажке показать часть исходника на Ruby, поэтому я указываю тегом source, говорю, что это будет Ruby диалект, и привожу пример этого Ruby скрипта. AsciiDoc автоматически сделает подсветку этого кода и сделает мне хайлайтинг, что в уголочке, что это Ruby скрипт. Таким образом, вы можете подключать ваши бины, указав, что source этих бинов будет XML, либо какие-то dependency конфигурации. Более того, вы можете включить любой файл, который находится в класс-пассе вашего проекта. Например, я хочу распечатать gpa-сущность Speaker и показать ее в документации. Для этого я просто делаю метод include, я делаю директиву AsciiDoc, и он автоматически отображает ее в моей документажке. Вы видите, этот файл замачен из моего проекта. В случае, если вы хотите скрыть часть полей, например, вам не нужна секция импортов, либо есть какая-то sensitive client информация, вы можете сказать, что включи, пожалуйста, мне такой-то файл, но при этом используй строки, такие-то, такие-то, сделать какие-то переключения, либо эксклюзионы. И вот вы видите, в этом формате показана эта же сущность, но только без секции импортов. Что можно еще делать? Можно вставлять цитаты, различные блоки кода и прочее, прочее, прочее. То есть AsciiDoc – это невероятно гибкий формат, который недаром, неспроста выбран. Более того, AsciiDoc позволяет вам генерировать так называемые, использовать так называемые extensions. Как они выглядят? Extensions – это расширяемые плагины, которые можно использовать в AsciiDoc. Я покажу один пример такой extensions. На самом деле, их существует огромное количество. С помощью них вы можете строить графику. Например, подключив Instactions DTA, вы можете генерировать на псевдолэнгвидже описание таблиц, которые будут матчиться в базу. Вы можете рисовать в обычном текстовом эдиторе схему данных, релайшн, между вашими таблицами, которые потом будут при сборке документажки и при запуске тестов откомпилированы в имиджи, которые будут автоматом вставлены в вашу доку. Если вы используете какую-то распределенную систему, и у вас есть необходимая диаграмма взаимодействия с сервисом, вы можете также это сделать с помощью AsciiDoc. Если вам нужны цвета, вы художники, видите мир по-другому, то вы можете подключить цветовую заливку. Посмотрите, заливка может быть в виде названия текста, например, Blue, Pink, Red. Либо вы можете указать цветовой код, который будет присутствовать, и заливать эти элементы. Есть уже предефайнутые секции для Storage, для файловой системы, для других блочных диаграммов. Естественно, стрелочки, пунктуации и прочие-прочие элементы. То есть, используя AsciiDoc, вы можете не просто создавать рез документацию в вашей опишке, но и при этом вы можете ввести еще внутреннюю документацию, причем ввести ее в очень популярном виде. На следующем слайде вы можете увидеть набор компаний, которые используют именно синтаксис AsciiDoc для своих проектов, для документирования. Это Neo4j, CoachDB, это G-Boss спецификация GA Enterprises, SpringFox. Абсолютно вся документажка, которую они ведут, она выглядит именно так. Наверняка, когда я показывал вам документажку AsciiDoc, у вас была ассоциация, что я где-то видел эти иконки. Но где-то я встречал этот значок подгорающий, где нужно быть аккуратным. Если вы посмотрите на документажки этих провайдеров, то они как раз ведутся в формате AsciiDoc. Более того, издательство Aureli использует AsciiDoc в качестве формата для хранения своих книг. Потом эти книги могут компилироваться в HTML либо PDF форматы. Итак, вы знаете, как можно использовать SpringResDocs. И поскольку мы используем SpringBoot, мы можем использовать еще одну фичу SpringBoot. SpringBoot автоматически прокидывает все ресурсы, которые находятся в директории static, либо в директории public нашей аппликухи наружу. И они доступны в нашей API. То есть, если вы положите любую HTML-ку, любой файлик, картинку в директорию static и соберете джарку, в этой джарке, когда вы перейдете на endpoint static, будет доступно доступен в DotaPinVeS-Content. В результате вы можете собрать документажку, которая будет сбилдена AsciiDoc. и на стадии билда вашей джарки инклудить ее в ваш артефакт. Таким образом, ваш микросервис, независимо от того, где он будет задеплоен, на каком инвайроменте, где бы он ни был развернут, у него всегда будет страничка с документацией. Вы всегда можете зайти на этот endpoint и посмотреть, какая версия сейчас микросервиса ранится, какие он поддерживает операции, как я могу сделать создание пользователя, как я могу сделать удаление. Это могут сделать ваши пользователи, ваши опишки. Это круто. Есть также еще один проект – это GitHub Pages. Скажите, кто-то знаком с проектом GitHub, GitHub Pages? GitHub Pages – это огромное пространство для хостинга ваших проектов документации. Абсолютно бесплатное пространство. Вы можете заливать, вы создаете свой репозиторий, либо создаете свою бренчу, и к этой бренче вы можете подвязать дополнительный ресурс. На этом ресурсе будет находиться описание вашей документации. Поэтому, если вы подключите плагин GitHub Pages и заранее в вашу оплекуху, то этот плагин автоматически запушивает HTML-ку собранной аппликации на GitHub Pages. И вы можете перейти по линке «Это мой GitHub репозиторий». Вы кликните на эту ссылочку, и увидите документаж, который мы собирали сегодня. То есть, ваша дока может быть оффлайновой версией, в формате PDF, EPUB, ADOC, который вы можете отправлять вашему клиенту. Ваша дока всегда будет с вами в ваших сорсах, которые вы можете откомпилировать. И ваша дока может быть в вашем endpoint микросервиса и может быть публично на GitHub Pages. Итак, мы с вами поговорили о раздоке. Теперь вы знаете, как им пользоваться. Но это все клево, потому что вы можете сказать, «Роман, да, раздок он очень клевый, и все классно. Ты пишешь там сервисы с нуля, и поэтому ты можешь выбирать стэк, в котором ты будешь работать. Ты можешь выбирать dependency, которыми ты будешь подключаться. Но у нас старый проект, мы используем свайгер, мы пишем этот свайгер в файл спецификацию уже несколько лет, он огромный, гигантский. Либо у нас столько этих аннотаций, мы постоянно их добавляли, мы столько ругались о том, что там кто-то забыл добавить аннотацию, столько подзатыльников. Но мы на свайгере, мы ничего не можем сделать. Да, раздок это клевый. На самом деле вы можете сделать миграцию вашего проекта с документацией свайгера на раздок. Для этого существует отличная dependency под названием свайгер 2маркап. Свайгер 2маркап может быть использован двух видов. Первый, это использование его в виде плагина для mail-in, либо для gradual build-системы. А вторая, это в виде подключенной dependency, с помощью которой вы можете из тестов начинать вашу миграцию. Итак, что нужно для того, чтобы произвести миграцию из свайгера Spring Rastos, с которой мы с вами только что познакомились. Первый шаг, который вам нужно сделать, это указать источники, сорсы вашей документации. В случае, если ваша плекушка работает с аннотациями, то наверняка у вас будет какой-то публичный endpoint, в котором в JSON формате будет сгенерирована ваша дока. Если этого нет, то вы можете подключить Spring Fox, так как я показал вам на первом демо, которое было сегодня. И у вас автоматически появится ресурс по адресу v2.api.documentation. Если вы введете документацию по другому подходу, по подходу спецификации, то наверняка у вас есть свайгер JSON, либо у вас есть свайгер YAML файл. Поэтому вы можете указать плагину, источник ваших данных. То есть, либо обращаться по HTTP к вашей спеке, либо работать с файловой системой. После этого вы либо запускаете плагин свайгер 2markup, либо пишете тест. Тест точно так же будет обращаться к источнику вашей документации, будет стартовать свайгер 2markup, и на выходе он сгенерирует вам файл в формате ASCII.DOC. На самом деле, свайгер 2markup сгенерирует несколько файлов. Это будет каждый файл, который соответствует секции вашей документации. У вас будет файл security, где описано security вашего проекта, какие токены вы используете, как это работает. А также будет файл, в котором будут описаны все ваши пассы, все контроллеры, все вариаблы и все прочее. Поэтому, имея группу этих файлов уже в формате ASCII.DOC, вы можете сгруппировать их в один общий файл, и в этом файле документажка уже будет в ADOCK формате. После этого вы подключаете ASCII.DOC, как вы это видели сегодня, мы сделали. ASCII.DOC будет смотреть директорию с docs documentation и искать индекс ADOCK файл. После старта ASCII.DOC, он перекомпилит вашу документажку в любой из форматов, который вы хотите поддерживать. Он сможет запушить ее на GitHub, либо включить ваш джарник с вашим микросервисом. Но на этой стадии, на этом этапе, вы просто имеете статическую картинку. Это какой-то отдельный ресурс, ничего более. То есть, нет никакого test-driven documentation, нет Spring.DOC, есть только ASCII.DOC. Поэтому ваша задача посмотреть на мигрированную секцию этого файла и разбить ее на определенные группы для рефакторинга. Например, мы смотрим и видим, что у нас есть контроллеры. Разбиваем секцию на контроллер. У нас есть контроллер спикера, контроллер топика. И начинаем рефакторить. Мы начинаем писать наши тесты. И каждый из тестов теперь будет генерировать свою собственную секцию. Секцию для спикеров. Поэтому из нашего файла миграции мы вырезаем документажку, которая соответствовала спикеру, и подключаем сниппеты, которые генерируются автоматически из контроллера. То есть, мы начинаем наполнять наш файл сниппетами, которые генерятся в ТДД. На этой фазе секция, например, спикеров-контроллеров будет полностью под управлением ТДД. И у вас будет абсолютно полная гарантия, что все endpoints, которые находятся у спикера, будут соответствовать логике вашего контроллера. Опять-таки, запускается ASCII.DOC. После ASCII.DOC стартует компиляция документации. Ваши клиенты, как видели его в этом формате, так они ничего не заметят, они и будут видеть. Но вы постепенно будете увеличивать количество секций, которые вы будете отдавать под управление Spring RedDoc, которые будут генериться из тестов. И таким образом, этот план рефакторинга вы продолжаете до тех пор, пока абсолютно все секции, которые вы используете, не будут под управлением RedDoc. То есть, старый файл, он просто-напросто вырежется, и останутся только включенные сниппеты, которые генерятся из ТДД. Я думаю, если вы писали мало тестов, либо у вас небольшое покрытие, перейдя на Spring RedDoc, вы узнаете массу нового своей плекушки. Оказывается, есть такие боттлнеки, узкие места, которые не были покрыты, поэтому вы заодно получите клевую документажку мультиформатную, и бонусом ко всему будет ваше отличное покрытие тестами, которые будут... Зеленый тест — это всегда приятно, это радует. Клево. Сегодня было очень много материала за маленький интервал времени, поэтому давайте подводить итоги. Итак, сегодня мы узнали о том, что появился абсолютно новый подход в разработке, написании, тестировании и документировании наших endpoints. Этот подход называется Test Driven Documentation. Он является модификацией стандартного, классического Test Driven Development. Первая система, которая смогла преподнести этот подход — это Spring ResDocs, это компания Pivotal, это спринговый фреймворк. Теперь вы знаете, что ваша документажка всегда может быть актуальна и соответствовать логике работы вашего приложения. Она теперь будет генерироваться из теста. Также вы знаете о том, что если вы используете Swagger, и вы не обречены, вы знаете, как выполнить миграцию. Миграция достаточно простая, и вы можете ее фолловать. Поэтому, если вы пользуетесь Spring Экосистемой, если вы пишете раз микросервисы, вы делаете на Java, то, как минимум, попробуйте Spring ResDoc. В нашей команде, после того, когда мы написали один сервис на Spring ResDoc, никто не хотел работать ни с каким другим фреймворком. Были в восторге все и тестировщики, и UI-щики, и DEO. Поэтому, это такая вещь, которая подсаживает на себя. На следующем слайде вы увидите QR-код на мой GitHub-репозиторий. На этом репозитории есть несколько проектов. Первый проект это Spring Fox, в котором показано, как поднять свайгер на вашем Spring Boot аппликации. Второй проект это Spring ResDoc, который мы сегодня с вами кодили и демили, который билдает аппликушку и сабмитывает его в GitHub-репозитории. И есть еще проект ASCII Doctor is Awesome, который позволяет подключить экстеншены, то есть все уже сделано, вы можете посмотреть. Поэтому, смотрите на исходники, используйте их up to you, guys. Спасибо. Спасибо.